Так, здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты и обновление на 8.02.2023 года. Благословение сладкого веселого дня. До 29 марта, в период ивента каждый день дается ежедневный бонус. Благодаря ежедневному бонусу можно получить адены. Ежедневный бонус 100 тысяч адены. Покупается она в магазин, раздел адены, монета 1 миллион адена. Покупаем, идем в бонусы. Видим сладкий весенний день. Активируем. Финальная награда через 43 дня. Давайте посмотрим, что это за свитки и что тут вкусненького есть. Так, свитки, видим свитки поручения. Только это с наградами видим карты. Также видим, можем получить реликвия энергии 5000 знаков поручения. Вы рассчитываете только на вот эти награды. Вот эти награды там. Я уверен, кому-то повезет. Это ж игра про везение все-таки. Покупка доступна один раз на аккаунт персонажами 50 уровня и выше. За 1 миллион адена. Чтобы активировать ежедневную помощь. А, один свиток с классами получается, а второй свиток. А завтра дадут свиток с агатионами. До 26 апреля можно создать предмет карта агатиона. Сладкий мишка. Карта агатиона. Мармеладный червячок. Камень души агатиона. Мармеладный червячок. Вот финальная награда на 43 день. Нам нужно 100 тысяч знаков поручения, 1000 магического пергамента и 1 миллиард адены. Так, а сладкий мишка. На 36 день нам дают вот такого вот. Ради каких-то двух агатионов. Ну, я понимаю. Давайте посмотрим. Так, вот. Мне нужно 2 агатиона, чтобы получить весь урон плюс 2. Защиту плюс 1. Это если я одного красного возьму. И видим, сладкий мишка дает... Не, ну буст это всегда хорошо. Плюс точность, плюс весь урон. Где брать столько адены? Сезонный пропуск. Исследователи башни дерзости. Сезонный пропуск. Активация. 1 миллион адены. Премиум награда у нас по 3000 виталки. Кристалл души 6 раз. Знаки поручения. Сундук со свитком поручения Инхасад. Неплохо. Улучшенный кристалл. Неплохо. Позволяет получить следующий предмет. Эликсир наследника. Сундучок с расходниками. Кристалл души 11 раз. Знаки поручения. Сундук со свитком поручения Инхасад. Ордена славы. Опять расходники. Кристалл души кошачья банда. Котики. 2000 знаков поручения. Знаки поручения. И финальная награда 10 тысяч виталочки. Вот такой вот сезонный пропуск. Ежедневное благословение башни дерзости. До 22 февраля. Ежедневный бонус башни дерзости можно открыть за 1000 адены. Вот он. Открываем. Получаем 1000 виталки. И сегодняшняя награда сундучок с расходничками. Финальная награда позволяет получить 100 очков пробуждения. Вот это вкусненько. Вот это я понимаю. Вот это подгони. Так. А вот это сколько тут? 6 раз. Агатиона от обычного до героического 6 раз уже вкусно. Часы башни дерзости. Расходники. Опять часики. Тут уже на классы 6 раз. Ну перед финальная награда у нас. Зелье развития 10%. Ну и финальная награда. Я еще раз подмечу. Финальная награда позволяет получить 100 очков пробуждения. Сто мать и ванна. Качаемся доним. Качаемся доним. Положительный эффект для исследователей башни дерзости. В поселениях мира линейдж 2 мобайл будет стоять статуя. У которой вы можете взять баф на 4 часа. Плюс 2 точности. Плюс 2 физ защиты. Снижение урона плюс 1. Ежедневно в 12 часов. По почте будет отправляться подарок. Подарок будет храниться 6 часов. Потому что люди наверное не успевают его забрать. И они его будут хранить 6 часов. Что в подарке? Энерген. Хасад 1000 единиц. Сундук исследователя башни дерзости. А что в сундуке? Опять расходнички. Счастливого дня всех влюбленных. День Святого Валентина 14 февраля 23 года. 00 будет отправлен подарок цветком любви. Награду будут выдавать только в течение одного дня. Поэтому обязательно заберите ее по почте до 16 февраля. Что же будет в награде? Давайте посмотрим. Энергия Энхасад 2140. Улучшенный кристалл 214. Сияющая антикварная вещь 214 штучек. Подарок цветком любви. Подарок цветком любви. Карты высокого качества 11 раз 1 штука. 100% шанс. Заметим. Одна коханя на все життя. Теперь перейдем к обновлению. Добавлен 6 этаж башни держести. Естественно мобы и кристаллы души. Естественно добавлен босс. Добавлен амулет телепортации. Добавлен 70 замок и остров неистовства. Естественно увеличено количество опыта получаемого на острове неистовства и в разоренном замке. Но я там был. Там нечего ловить. Вроде меня. Начинается 6 сезон катакомбы отступников. Поход в одиночку до 3 мая. Теперь в случае победы поход в одиночку катакомбах отступников. Рейтинг повышается на 20 очков в среднем. Если вы подали заявку, но не набралась команда. То вы получите 5 очков. За то что не смогли попасть. Ну тоже неплохо. Начинается 3 сезон войны кланов катакомбы отступников. Также увеличено на 25 очков. Также если не наберется команда 5 очков. Однако для того, чтобы рейтинг у членов клана повысился. Заявку на вход должны подать 5 и более человек этого клана. Иначе добавлены новые агатионы. Антарас. Мифический. Антарас. А что он дает? 2 скилла дает. Первый скил у нас. Аура Антараса. Повышает шанс оглушения, а также сопротивление удержанию и оглушению. Уменьшает длительность аномальных состояний. Так, второй скилл у нас. Страх Антараса. При успешной атаке снижает получаемый от цели урон. Увеличивает урон, наносимый по целям. Так, и дает 10, плюс 10 защиты, плюс 15 снижение урона, сопротивление умением 40. Сопротивление урону плюс 5. Бонус опыта 35%. Уменьшает расход энергии на 50%. Макс грузоподъемность 4.500. Черная лилия. Легендарный. Макс грузоподъемность плюс 2.500. Сопротивление умений плюс 25. Сопротивление удержанию плюс 7%. Сопротивление оглушению плюс 7%. Поддержка кошмар. При успешной атаке снижает мощность зелий восстановления и эффектов получаемого лечения. Талакин. Талакин, ты что это? Это талакинчик, это не талакин. Так, урон в ближнем бою плюс 5. Игнорирование снижения урона плюс 3. Увеличивает точность. Так, если я его получу, то будет у меня уклонение в пвп плюс 2. Игнорирование снижения урона плюс 2. Прв плюс 2. Мягкий снаружи, жесткий внутри. Мягкий снаружи, жесткий внутри. Ой ты боже, за три лапа какая вообще чудовище. Так, сопротивление оглушению, удержанию, безмолвию. Все, плюс 3%. Увеличивает урон от умений. Уху, буря вообще четенький. Дух кошки. Вот две точности. Сопротивление у минем. По агатенам все-то. А ну тут примечание информация о получении бурю. Бурю можно получить с помощью камня души бури. Которую, в свою очередь, можно получить у торговца гильдии бронзового ключа. В обмен на кристалл дерзости. Вы что, охренели вообще? Торговец гильдии бронзового ключа. Вот, камень души бури. Внутри которого находится душа бури. А у меня есть? Два, два, двадцать тысяч. Двадцать тысяч. Они же не с потолка эти цифры берут. Это значит у людей накопилось. К примеру, если у меня там сто на два, четыре, да? Это две четыреста в день. Если вы сутками стоите напролет, то вы за десять дней насобираете. Они дают стимул стоять, качаться, фармить. Плюс два урона там, плюс два урона там. И уже плюс двадцать урона насобиралось. Оно такое. Добавлено новая коллекция агатионов. Так, две точности. Это что у нас? Дух кошки. Королева коши. Дух кошки нужен. Весь урон у нас черная лилия. Естественно, все вкусные коллекции будут с агатионами, которые нужно донить в паке, и вы получите этих агатионов, а может и не получите, смотря сколько вы задоните. Изменены характеристики части снаряжения. Мифический легендарный. Добавлен сундук храма с легендарной книгой умений на выбор. Если мы зайдем в донат-магазин, адены, поручения жреца. Мы увидим вот такие вот книги. Первая книга, которая 15 миллионов. Добавлен с легендарной книгой за 45 миллионов. Начинается второй сезон храма Запара. Информация о подборе групп. Группа Арены 1. Зигхард Эрика. И группа Арены 2. Бартс Леона. Оно что-то поменялось в храме Запара. Давайте проверим. И ничего не поменялось. Вот пробуждение Терсии. После открытия 10 ячеек. Вот такие вот прикольные скиллы. Но загвоздка в чем? Чем дальше мы идем в лес, тем дороже стоит это пробуждение. А зелье пробуждения мы можем получить, если мы один раз ударим Андраса, Лаки, Кабрио, Валинта. Мы получим вот такой вот сундучок. Предмет зелья пробуждения низкого качества. Информация об обычных исправлениях и улучшениях. К свиткам поручения земель Аден добавлено поручение Башни Держести. Теперь вы можете их проходить в Башне Держести. Че, неплохо. Перев катакомбы отступников, поход в одиночку. Катакомбы отступников, война кланов. Можно добавить ячейку быстрого использования и использования всех доступных свитков. Так, сейчас я сломал голову, блядь, я не пойму. Теперь, при наличии похода в одиночку, в катакомбы отступников можно выбрать врата, которые не являются искривлением пространства и переместиться через них. Так, это очень сложно, я не знаю, что это. Довольные комментарии. Не могу зайти в игру после обновления. Разрабы! Блин, а этот нытик постоянно ноет, че-то у него. Это все большие плюхи для хай-левелов. Дайте уже буст новичкам. Во, кто будет стоять на шестом этаже той. Спирит, курение. Уменьшили бы количество опыта. Для получения лвла 70, чтобы народ быстрее к массе поднялся. До сих пор не понимают, что такое уровень вообще. Вот, о чем с ними говорить? При чем здесь уровень? Какой опыт к уровню? Вы че там курите? Господи. Спирит, курение. Он выучил главное. Вот эти ники. Спирит, курение. Кто это вообще такие? Первый раз слышу. А, блин, народ поднялся. И что ты получишь в 70 уровень? Что он тебе даст? Ты как будешь падать с одной плюшки, так и будешь. Будешь. Хоть ты будешь первый уровень, хоть ты будешь 70. Вот. И тут нормальные люди пишут. Поверь, 70 лвл не показатель. Я 75 и смогу туда через год, может, стать чуть-чуть. Ковырять. Постом ниже явно шедевр какой-то. Постоянные коллекции за знаки Ревы. А, также магазин. Давайте посмотрим, что тут у нас в магазине есть интересного. А в магазине у нас коробки с эмблемами. Карты Стража Высшего Качества. 11 раз. Два штуки. А то лучше надо легендарный. Угу, угу. А, вот. Знак Рева. Ха-ха. Это зачет. Это просто зачет. Нужно где-то взять 12 тысяч алмазов. Ребят, кидаем мне на карту быстренько. Быстренько кидаем мне на карту. Весь урон, снижение урона, защита, точность, увеличение урона от умений. Вот эту коллекцию надо точно собрать. Надо где-то взять 4,5 тысячи алмазов. На этом ивенты и обновления подошли к концу. Ребята, это Lineage Mobile, 2023 год. Пишите, во что играете. Или какие проекты ждете. С вами был Розе. Всем до новых встреч.